Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Рома Капакла собирается провести отпуск в родном Питере. Марину Африкантову он не хочет брать с собой, несмотря на то, что девушка была бы рада этому. Капакла говорит, что его мама закрытый человек и пока не готова знакомиться с его девушкой. Сначала ее нужно подготовить к этой встрече. Алексей Купин дает своим отношениям с Майей Донцовой полгода. Если за это время они не откроются полностью и не станут доверять друг другу, то продолжать такие отношения нет смысла. Если же в паре будет царить взаимопонимание, то далее последует свадьба. Андрей Денисов пригласил Катю Кузнецову в ресторан на свидание. Катя расстроена из-за того, что остров покинул Фил Кострубов. Андрею девушка нравится и он намерен сделать все для того, чтобы она не плакала и стала счастливой. Ольга Рапунцель возмущается. Ее муж Дима Дмитренко пишет ей, что хочет вернуть семью и шлет сердечки. А сам в соцсети публикует фото и видео в обнимку с Машей Кахно. Лиза Триандафелиди отказалась строить отношения с Араем Чабаняном. Она считает, что он тухлый и неинтересный. Дима Талыбов рассказал журналистам о том, что он встречается с Сашей Гозиас. Он считает, что она красивая, достойная девушка. Их отношения только начинаются. Вика Романец выставила Антона Гусева в неприглядном свете. Она написала о том, что у них договоренность. Каждую неделю Антон преподносит ей цветы. Иногда он забывает об этом, конечно, но на этот случай есть клумбы соседей. Ксения Бородина рассказала подписчикам о том, как ее старшая дочь Маруся общается с родным отцом. Юрий Будагов души не чает в Маруси и регулярно созванивается с ней и дарит подарки. Он познакомил ее со своим маленьким сыном и девочка с удовольствием пеленает малыша. Ксения дает возможность дочери самостоятельно принимать решение. Если девочка хочет к папе, то она должна сама позвонить ему и сказать об этом. В сети обсуждают смешной и нелепый снимок Ксении, сделанный на обложку журнала «Подружка». Снимок так обработали, что ноги оказались непропорциональными. Бедра сильно вытянуты, а колени уехали вниз. Евгения Шамаева, бывшая жена Степана Менчикова, рассказала в своем блоге о том, что она с маленькой дочкой находится в больнице уже 4 дня. У ребенка начались судороги из-за высокой температуры. Женя просит советов у подписчиков. Ирина Александровна Огибалова отметила день рождения. У нее в гостях было много бывших участников проекта. Сестра Ольги Бузовой опубликовала в сети очень трогательную историю. Она рассказала, что когда-то лет 20 назад Ольга, будучи маленькой девочкой, брала в руки расческу, вставала на кровать и пела на фоне развешанных плакатов Бритни Спирс. Она мечтала о карьере певицы, но над ней только смеялись. Анна рада, что Ольга воплотила свою мечту в жизнь и добилась таких высот в шоу-бизнесе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok